обработала сейчас новую орхидею вчера вечером на листике вот как я принесла с утреца до и к вечеру проступил отек смотрите я вот часто вам показываю проявление отека листиков как бы такой участок наводнения бывает широкого распространения бывает очаговый зависит конечно от того как орхидея транспортировалась есть сорта которые очень чувствительны к перевозке особенно в условиях замкнутых пространств когда пакет надевают потом на листиках очень часто происходит именно увлажнение ткани листа за счет вот просто непереносимости нахождения в замкнутых пространствах а иногда это бывает проявлением переохлаждение листа или наоборот перегрева перепревания листа ну вот сейчас скорее это переохлаждение листика думаю что такое вчера подхожу вот посмотрите видите очень очень хорошо видно проявление отека и самое интересное как всегда я вам говорю самый чувствительный к отеку лист появлению отека и вообще к изменению внешних факторов для растения это центральные листики молодые они самые нестабильные вот видите молодой листочек и он вот таким вот образом покрылся отеком может когда везли холодновато было орхидея не знаю мне только остается предполагать я выдержала ночь и вот только сегодня получается спустя сутки она стояла у меня отдельно от моих растений спустя сутки я обработала орхидею сейчас вы видите а вот капельки на ней это остатки от обработки тпки развожу тпки инсектицид и обрабатываю от возможных вредителей опрыскиваю листья опрыскиваю полностью цветы и бутоны смотрите какая тыльная сторона у этой орхидеи цветочек сумасшедший девчонки ну это просто бесконечная красота и обработала весь грунтик прям вот впрыскивала впрыскивала не так чтобы прям полив как будто бы произошел из опрыскивателя нет а достаточно хорошо интенсивно вот таким вот образом и где-то около часа это орхидея находилась у меня в ванной я включила вентилятор и она у меня таким образом обрабатывалась так сейчас сам пройдет 35 дней орхидея поливаться не будет а потом я уже смело буду поливать эту орхидею буду поливать вероятно нижним поливом через поддончик водичку сюда буду наливать где-то 0 5 сантиметров погружения горшочка и все вода никуда выливаться не будет этой воды будет достаточно для того чтобы пропитать корни и пропитать грунт вот до этого уровня знаете еще разочек вам я покажу очень красивая орхидея вы знаете она вот стоит и я глаз от нее отвести не могу настолько она необычный цвет имеет умеет века обратить мое внимание на орхидею меня глаза если честно там расплываются когда я снимаю обзор мне кажется все красиво настолько что просто невероятно вот знаете что называется привычным взглядом посмотреть и выделить я правику щас и выделить то что действительно имеет какую-то просто необыкновенную изящную красоту не похожую ни на что оттенок губы ой девчонки вы знаете вот сейчас стала присматриваться она какая-то еще с коричневатым отливом вот как будто бы вот коричневые вкрапления есть на основном оттенке именно створок ну а я что делаю я готовлюсь к поливу девчонки заказала на вал берез девушка мне написала на ю тубе когда я показывала в желтевающие листья одной орхидеи помните с прекрасной корневой и девчонка мне написала ирина смотрите сделайте следующую череду обработок вначале фировит с цитовитом разведите в одном флаконе опрыскайте листочки и по корням дайте а потом следующий полив вот этот состав селиплан здесь в этом составе высокое содержание кремния ну посмотрю кремния отвечает за крепость растительных тканей тех орхидей и вообще растений которые мы поливаем да и я рассказывала вам почему люблю использовать циафлор вот в циафлоре как раз кремний когда добавляю в посадку либо дренажный уровень заполняю ею здесь вот смотрю вчера посмотрела хилатная форма именно кремния но еще есть микроэлементы это очень хорошо буду тестировать так спасибо вам большое что подсказываете вообще сейчас препаратов великое множество очень интересно с ними работать я люблю люблю экспериментировать и потом выделять для себя именно те составы которые постоянно будут находиться в моем шкафчике с удобрениями и применять их а поливать сегодня планирую я вот это место у нас солнышко за окном поэтому я жалюзи наши вертикальные не открывай а вот спряталась можно немножечко открыть до тучки нашли поэтому сейчас я открываю все это дело и готовлюсь к поливу поливать буду сейчас я посмотрю с чем здесь у меня получается орхидеи в основном на остатки цветения поэтому вероятно сейчас разведу аминосельчик полью орхидейки а может быть какой-нибудь гуанакалонг возьму но сейчас подумаю воду приготовила принесла теплую воду всегда для полива своих растений как я готовлю воду накануне я ее наливаю в банки 5 литровые для того чтобы хлор вышел и для раньше знаете вот что называется когда много растений есть у меня видео по добавлению щавелевой кислоты это можно делать это мной в принципе делается но тогда когда есть время сейчас не подготовила воду вот поэтому буду поливать именно отстойной водой просто обесхлоренной хлор вылетает через сутки после нахождения в открытой банке и все что и единственное дело это добавляю горячей воды в холодную воду и температура воды при поливе у меня где-то от 25 плюсом иногда даже настолько теплой водой поливая свои растения 30 градусов для того чтобы корневая не получила холодовой ожог температура в комнате у меня сейчас смотрите 23 8 градуса влажность 31 вот корневая система но вот часто знаете полив холодной водой сопровождается тем что корни растения они сжимаются во время полива вот они знаете вот как как будто бы нам сесть в холодную ванну или принять холодный душ получается моментальная реакция сжатие кожи да когда на нее холодная вода попадает здесь то же самое корневую систему холодной водой поливаем когда то корни они не костицы свои сжимают но это как бы вот такая физиология растения понимаете поэтому я всегда тепленькой водичкой 25 плюс 30 плюс вообще без проблем буду сейчас доставать первый ряд растений у меня спрашивает как вы туда добираетесь девчонки ну просто добираюсь в тулу она цветает наконец-то просто добираюсь я на стул громождаюсь и лезу туда без проблем все получается полить ну что вот убрала и растение отсюда давайте покажу black piano про который мне часто спрашивают это хороший экземпляр который не света целикова дарила есть black piano которая пришла из известного руха магазина с гнилым стволом но очень очень непростая была ситуация пришлось применять все что у меня есть в арсенале для восстановления потому что я так понимаю что инфицирование ствола было вызвано очень неприятной инфекцией приходилось лечить лечить и еще раз лечить сейчас более не менее все стабилизировалось посмотрите что у меня сидит происходит идит это орхидея беглиб который я купила с цветоносом из точки роста вот он этот цветонос появилась детка детка сейчас пошла активно в рост но я очень хочу от нее получить побольше прибавку по корням вы знаете что сейчас силы опять ее матушки распределились на детку и на нее любимую видите что делает один цветонос дала и вон он второй цветонос пробудила я уже говорю господи займись детям хватит красоту показывать другое название этого бегли по реонг и стима вот так вот таким образом разговариваю с растениями и хочу у них все-таки получить прирост по детки ну видела я милая как ты цветешь ну хватит уже давай а детки подумай что сделай я сейчас полила ее гуанакалонг знаете каким но так как бутонизация идет не хочу я убирать в нее цветоносы и рост детки пошел я полила удобрением гуанакалонг блюм и для цветения и там формула по калию хорошие и азот есть поэтому решила дать это удобрение и кстати здесь старый грунт это удобрение очень хорошо влияет на экосистему посадки не засаляет грунты вот как раз поэтому его и дала чтобы поддержать и материнскую орхидею и детку так давайте покажу что здесь у меня получается второй уровень сверху вот он один вот он второй очень долго цветет этим цветоносом орхидея под названием эсме цвет у нее а вот начала уже цветать видите было сказано будет сделано очень долго цвела у нее в этом цветении было 3 цветоносика но как-то не сильно они были покрыты цветами вообще вот эта орхидея она стала немножко по-другому цвести в плане количества цветов на цветоносе когда я ее сюда переставила она мне стояла на сементированном стеллаже классно ей было сейчас у нее как-то вот вы знаете здоровенная так что у нас тут такое здоровенная лошадушка он видите пересадка ей требуется горшок 06 поверите так дальше у нас цветонос возревает обалденный на орхидеи персики не идеальный персик нет именно персики сейчас я вам покажу но это уже выцвевший цветок один сухом остатке реально сухом остатке видите уже подсыхать начал она как-то так вот дала самое интересное что необыкновенно новый цветонос был высоком периоде цветения но с тремя цветами очень долго на их держала вот прям выжилась пижилась до последнего сейчас вот новый цветонос абсолютно она мне дала и здесь уже поболее бутонов раскидистая кстати вызревает цветонос посмотреть вон молодой листочек идет ой находку показываю сейчас поливаю орхидеи думаю что там такое торчит девочки вот смотрите название орхидеи фаерверк фаерверк это мне написали кстати фаерверк как-то так не знаю девчонки не буду коверкать название эту орхидею мне по названию помогли найти и думаю что там такое торчит смотрите детка со стволика вышла там у нее вот видите пенек это было две детки которые были появились одномоментно практически на орхидеи у которой была закрыта точка роста а нет она была вообще пропавшая точка роста там хороший кустик было матушки в нижней части там детки появились я их сняла одновременно и посадила в одну посадку вот это вот вот это она как бы не стала развиваться нижняя детка от нее остался сухарь вот это стало развиваться и вот сейчас смотрю откуда появился росток я думала от вот этого сухарика который вот остался остов нет детка появилась нижней части вот этой орхидеи боже мой но она еще тут и цветами занялась видите вот какое колено цветет раз так основной основной цветонос вот боковое деление боковое деление второе третье колено цветет представляете дает цветонос я вам показывала в уже эту красавицу восстановила я наконец-то орхидею могу сказать все твердый закрепленный результат представляете глубокого фузариозного увядания материнской орхидеи здесь знаете как здесь даже не материнская орхидея а это перерожденная орхидея из точки роста макушку я отщипнула там фузариоз середины ствола был верхняя макушка была снята пролечена и из этой макушки народилось новое растение это знаете можно сказать когда ведется борьба с фузариозным увяданием здесь очень сложно что-либо предугадать и понимать четкого понимания получится или нет ни у кого нет потому что фузариоз это очень неприятное заболевание с которым очень сложно вести борьбу но ничего это вот знаете как в копилочку именно восстановленных растений после фузариозных увяданий так что еще вам показать но поливаю поливаю все подряд цветущие у меня сейчас вот они у меня политы чистой водой а все остальное я развела гоноколунгблюм и полила все-все орхидеюшки сейчас в этом уровне какой метод полива я использую кто знает кто знает кто не знает рассказываю или напоминаю даже тем кто знает метод полива всегда долив и оставлением воды нижней части горшка ровно столько сколько способна орхидея поглотить грунтом и корнями за сутки потом уровень поливочной воды он опускается вниз все и начинает работать система аэрирования нижней части нижней части посадки за счет дренажных отверстий в нижнем уровне ну надо на донцах в донце горшочка вот так я поливаю свои растения никаких замачивания таскания растений туда-сюда я не делаю вы мне спросите а что это такое девчонки вот это яркий пример нехватки микроэлемента магния и фосфора выкрасневание вот так вот листочков почему вот эта орхидея она всегда так себя ведет чем бы я ее не подкармливала не знаю что такое может быть какая-то такая специфика растения ответе укороченные листочки то же самое было на каждом листике но самое интересное когда я отсекаю это все останавливается вот видите здесь то же самое здесь он проглядывается такие фиолетово-розовые листья верхняя часть хорошая наземная часть она водка вернее нижняя часть она как бы вот так вот начинает показывать покрасневание кончиков орхидея под названием не это не это вот сакраменто тоже на цветет все время я говорю уймись уже давай вот как бы приди в себя а потом уже цвете но нет она цветами стоит всегда поэтому что я делаю вот так вот беру секатор отрезаю зеленочка место среза покрываю и все останавливается так далее у меня здесь тоже вот остаток былой роскоши сладкая девочка ну что показать вам все у нее отлично очень красивая наземная часть мощная в грунте тоже там все замечательно даже уже воздушные корни приросли с верхнего уровня так и сейчас я вам покажу вот эту орхидею это глиппостелокис вот только-только буквально вот наверное со вчерашнего вечера быстренько он так все цветочки схлопнул а тут обнаруживаем у него новый росток цветоноса ну видите вот долгое время это подарок от ольги она мне прислала эту орхидею сказала буду ирина наблюдать у вас на канале лучше я за этой орхидеи вот она у меня с тех пор и живет где-то может быть около четырех лет я пересадила эту орхидею вот в такой горшочек а-ля двойной где между стенок двух горшков хорошее пространство для воздуха захождения и вот во время полива я вот столько погружения горшка делаю потом вода опускается и начинает работать аэрация нижнего уровня вот сюда воздух заходит и все воздух проходит сквозь дренажные отверстия дна горшка очень хорошо развивается посмотрите наконец-то она перестала корявить листья потому что вот у нее был какой-то явно гормональный перекорм она ко мне пришла с множественными корявыми листочками такими вот они изогнутые такие знаете вот кто во что гораст вот что я имею ввиду а потом все как-то у нее нормализовалась с пересадкой вообще все листочки более-менее стали ровненькими вот поэтому все нормально цветем растем мы развиваемся ольга вот как выглядит ваш подарок пастела кис жив-здоров того и вам вашим орхидеям желаем все вот осталось мне две орхидейки дополить все остальное я уже вот полила ведь автополив наливаю воды сколько вот вода уже уровнем стала падать грунт забирает воду поливочную корни забирают поливочную воду кота смотрите как поливаю даже матрешка а-ля матрешка там посадка горшок стоит с корнями заправленные воздушные корни которые были гуляли в воздухе во время вот такого размещения добавила коры я крупной как бы зафиксировать эти корни я вам уже показывала что делала циафлора внизу кстати кремний в циафлоре который содержится прекрасно усиливает растительные ткани наших комнатных растений вообще кремний отвечает конечно за крепкую иммунную систему ну и все вот так подливаю воду подливаю вот видите горшок с корнями он 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 они зелененькие видны подливаю так чтобы вода попала его внутренний горшок и сюда вот так вот наливаю и наливаю много смотрите сколько почему так много наливаю потому что мне нужно погрузить внутренний горшок вона дыр кого-то на ведь этого горшка стенки погрузить внутренний горшок тоже водичку чтобы корневая система, которая находится во внутреннем горшке, тоже получала влагу и не пересохла. Кот у меня, славьте господи, этой удочкой отцветает. Это удочка вот этого высокого периода цветения. Длина длина, ну, наверное, метр 10-метр 20 этой удочки. И вот буквально он занимается последних 5 дней. Это сбрасыванием своих цветов, прежде распущенных. Вот видите, они даже зеленым цветом покрылись. Это говорит о том, что цветочки на цветоносе достаточно старые. А вот новые цветочки вот так выглядят. И вы думаете, что он успокаивается? Нет. У нас новая партия бутонов. Но я стараюсь, конечно, его подпитать. Сейчас я его полила. Знаете, чем? Аминосилом. Именно тем препаратом аминосил для орхидей, который хорошо идет в полив для цветущих. Орхидей от него не сбрасывает цветы. Мне, девчонки, на канале я рассказывала применение аминосила не на цветущих цветах. Мне нравится, как он работает, стимулируя растение как на цветение, так и на рост. А потом появились последователи вот этого способа полива растений. Стали девчонки тестировать его на цветущих. И мне написали, Ирина, не морочьтесь, поливайте. Цветы не сбрасываются. Все. Я стала поливать и действительно цветы не сбрасываются. Проверено временем. И вообще, что хочется сказать. Как-то мне все вот это, вот это, вот на заднем плане, вот эти стеллажи, мне не нравится. Низковатые. Все-таки низковато пространство между вот этих полочек. Я хочу все это демонтировать. Девочки, руки чешутся. Прямо, знаете, что называется? Усыпаюсь с этой мыслью и просыпаюсь с этой мыслью. Хочу все это убрать. Представляете? Вот та еще работка будет. Здесь вот внизу, на вот этой тумбе орхидеи стоят раз, два, в три ряда. Вот. Как это все разместить? Я подумаю. Пока умных мыслей в эту сторону у меня нет. Как есть, так и говорю. Все, девчонки и мужчины. Видео закончу. Какое-то вот оно такое, знаете, рабочее, повествовательное. Думаю, что кто-нибудь что-нибудь для себя новенького отметил после просмотра сегодняшнего видео. Здоровья вам крепкого! Будьте счастливы! Всего вам самого-самого наидобрейшего! Всем пока-пока! До новых встреч! А это малышатки. Малышатки, малышатки. Будто. Я его разыграла. Надо сейчас вот уже стабилизировались температурные режимы. Для отправки сейчас уже ничего растениям не угрожает. Поэтому буду отправлять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok